Тверская область снова стала местом проведения уникального культурного проекта. На этот раз он объединяет классическую музыку и медицину. Пациенты и персонал целого ряда клиник Верхней Волжи теперь могут вживую послушать лучшие классические произведения. Даже у стен есть душа. Социальный проект под таким названием пришел в Верхней Волжи. Его инициаторами стали петербургские музыканты. Среди них и обладательница титула «Золотая скрипка России» Анастасия Агличева. Для нее это уже не первая акция такого рода. Проект будет осуществлен в пяти больницах Твери и Тверской области. Совместно он сделан с Международным сифоническим оркестром Таврическим. 40 минут в день будет играть музыка классическая. И мы очень надеемся, что это поможет врачам побыстрее побороть ковид и в целом ускорить выздоровление пациентов. В основе проекта лежит музыкотерапия, уникальность которой заложена в произведениях оркестра Таврический, профессионально подобранных дирижером. По мнению авторов акции, музыкальные композиции оказывают благотворное воздействие на глубину дыхания, скорость деятельности нейронных путей, сокращение сердца, расслабление или напряжение мышц. Медики полностью согласны использовать такой терапии. Не только помогает, как мы сами все понимаем, быстрее человеку выздороветь, ребенку поднять настроение, маме, которая с ребенком находится на госпитализации, тоже какие-то улучшит свои эмоциональные качества. Ведь это явный пример взаимодействия разных сфер здравоохранения и культуры. Вот это здорово. Первым учреждением, где уже прозвучала живая классическая музыка, стала детская областная клиническая больница. Далее проект, который осуществляется региональным министерством культуры, смогут оценить пациенты и персонал других клиник Верхневолжи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова